Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Это очень интересный ролик, посмотрите его до конца. Многие спрашивают, а что же с альткоинами, когда они уже начнут расти? Биткоин рванул, а альты умирают. Что же происходит? Нам ответит MMCrypto, ссылка на оригинал в описании. Поехали! Сегодня? Я хочу реализовать, я хочу сделать некоторые предположения. Я считаю, что лучше всего холдить биткоин в течение медвежьего и бычьего периодов, прежде чем широко распространенные и мейнстримные розничные инвесторы войдут на рынок. Очевидно, что сейчас на рынке присутствуют розничные инвесторы, которые присоединяются практически на всех отрезках этого графика. Но широко распространенный основной поток всегда заходит в определенный момент времени, и я хочу найти его прямо сейчас. Во-первых, мы должны проверить Google Trends. И мы видим здесь первый всплеск, произошедший 1 января 2017 года. Мы возвращаемся в прошлое, а именно к этой дате, чтобы зафиксировать то, как близко цена была к этой зеленой линии, которая тянулась от старого исторического пика. Согласно моим выводам, за последние несколько лет, всегда, когда мы приближались к старому историческому максимуму и проходили через него, множество СМИ начинали говорить о рынке. И это было время, когда люди уходили с фиатных бирж на криптовалютные. В такие моменты мы имели широко распространенных розничных инвесторов, которые заходили в рынок. И здесь 1 января было не лучшим днем для того, чтобы перевести ваши биткоины в альткоины. Идеальное время было именно здесь, как только мы достигли линии старого исторического максимума. Мы поднялись выше, поэтому здесь 27 февраля, если мы отметим эту точную дату на графике доминирования биткоина, то заметим, что это был локальный максимум доминирования, когда мы сломали старый исторический максимум. Это произошло как раз перед крахом доминирования биткоина. Но что означает этот крах? Это означает, что инвесторы побежали из биткоина в альткоины. Так что вы можете видеть, что прямо здесь у нас был просто сумасшедший всплеск. Например, эфириум сделал 6 иксов за короткий промежуток времени. Также и остальные альткоины выросли. Важно заметить, что это продолжалось 3-4 месяца, то есть не очень длительный период времени. Альткоины с того самого момента, когда биткоин перебил свой предыдущий исторический пик, просто сумасшедше рванули. Но ребята, помните, что это было быстротечное явление, и оно завершилось, когда биткоин взял новый исторический пик. Поэтому для альткоинов это было опасно. Однако многие из них получили большой профит, особенно в январе следующего года. Но все же в то время биткоин возвращал позиции, как видно на графике. Так что лучшая стратегия действует не тогда, когда мы приближаемся, а именно тогда, когда мы преодолеваем прошлый исторический максимум и при этом остаемся выше, как это было в прошлый раз. Итак, когда биткоин устанавливает новый исторический пик и закрепляется над ним, это действительно может быть лучшим моментом для ориентации на альткоины. И хотя вот здесь у нас и был параболический рост биткоина, нам было гораздо легче добиться больших успехов с помощью альткоинов в этот момент времени. Возможно, история могла бы здесь повториться, поэтому как только биткоин преодолеет последний исторический максимум, будет разумным переходить частично из биткоина в альткоины. Напоминаю, нужно сделать это после того, как биткоин пробьет свой исторический пик в 20 тысяч долларов и закрепится над ним. Именно в этом и заключается мой игровой план, моя стратегия. Да, это очень рискованный подход, ребята, и мы не усредняем затраты, мы будем брать меньшую часть от наших биткоинов, которую мы готовы потерять. Но с политической точки зрения, это очень хорошая стратегия, как мне кажется. Итак, ребята, ММКрипто считает, что сезон альткоинов начнется после достижения биткоинов своего предыдущего исторического хая. Именно тогда нужно частично переходить из биткоина в альткоины. Такой вывод он сделал, проанализировав прошлую ситуацию. И, в принципе, это очень похоже на правду. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. На этом все на сегодня. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно, богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok